Привет, Петербург! Здравствуй, страна! В эфире Театр поэтов. Меня зовут Владимир Антипенко. Это моя авторская программа. И сегодня к нам в гости с Урала приехал поэт Александр Петрушкин. Здравствуйте, Саша! Здравствуйте! Кто вы такой, мы расскажем позже. А у нас сначала поэт должен доказать, что он поэт, а мы ждем стихов. Поехали! Александр Петрушкин. Как будто расступается вода, напоминая нам о темной жажде, надежнейшей упрятанной сюда. Ее нутро, которое бумажно распахано и вычерпнуто в дым, чтоб некий мальчик подымал завесу, держа в руке надежный свой сим-сим. Да что вода! Он отступает к лесу, как будто отступается река. Бог отодвинет небо перед нами и будет наблюдать издалека, как бабочка играет с синяками в сомнении о том, что он сюда склоняется, на корточке садится, живет как мы, что жажда так сильна, что водопой приходит с рук напиться. Спасибо. Дорогие телезрители, вот Александр Петрушкин, основатель, куратор, президент, я не знаю, председатель евразийского журнального портала «Мегалит», так? Это точно так. Саша, ну, теперь вот скажи пару слов, как вы там живете, что делаете? В интернете все можно найти, кстати. На Урале как живем или на портале? А вот где угодно. Ну, начнем с того, что город, откуда я, это город Кыштен, да, это очень небольшой город на склоне, сибирском склоне Уральских гор. Ты говорил, что из окон у тебя видны эти горы. Да, у нас видны горы, метеориты и прочие части Вселенной. У меня очень удачно складывается моя жизнь, в каком смысле, что у меня одновременно вот тот самый вишневый сад, который у Булгакова в конце «Мастера и Маргариты», да, вот, и одновременно есть такая штука, как интернет, в котором и сосредоточена основная деятельность. Вот, а через интернет, как бы, и через наш портал «Мегалит», в общем-то, весь русскоязычный литературный мир присутствует в Кыштене, и я присутствую в этом самом мире. Да, 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 даже Владимир Антипенко там есть на вашем портале. Однозначно. С какими-то стихами. Да, и очень много съемок. А, ну да, видео. Ясно. Саша, давай еще стихи, у нас программа поэтическая, вот. Александр Петрушкин. Саша, я буду заслоняться сейчас. Да, но ты старайся, ты глазками иногда так стреляй в экран, так, чтобы люди видели тебя. Отлично. Что женщина, она глядит в живот, ощупывает тело или рот, так слепит снег весь белый свет, а дна она стоит с той стороны окна. Как холодно там в Дании твоей, кто кормит недолетных снегирей, какая ртуть шагает по земле с Афелией подводной и моей. Что женщина, она почти что спит, ее в четвертом измеренье вид покажется и ей самой чужим. Так пахнет смерть ее, так пахнет тмин. Что Дания, похоже на Китай, свободный Гамлет свой канал найдет и кажется столь долгим навсегда, что грубой нитью зашивает рот. Что яблоня стоит, ждет Рождества и, кажется, торопится раздеться, чтоб воздух в поры тонко проникал и умирал, не достигая сердца. Здесь, в этом датском, с почтой кочевой, щенками, женщина, почти что неживая, стоит на круге света, все предметы за темнотой своей в сухарь сжимая. Что женщина, она поет с живот и кормит птиц сухариками света, а утром речью Бога приберет, смахнет рукою в руку безответно. Еще читать? Спасибо. А знаешь, вот так сижу, слушаю, хорошо. А давай еще. А вот так, а потом еще скажи. Чего-нибудь ляпнем. Давай, да. Хочется поэта ощутить. И вот пока жена в отъезде теряет четкие черты, поговорим в зачете смерти, поговори и покори еще одну, как десятину. Мелхисадек вошел в ад, приобретение утратив, как некогда порядок сад. И вот пока нас этот гложет неагрессивный кислород, садись со мной до самой смерти, смотри, рот в рот. И золотою паутиной по паузам ползет паук. На древесине невидимой он ножкой отбивает стук с забитого гвоздя, где снежный лежит еще ее покров. Пока жена его в отъезде, мы чутко сохраняем кровь. Она то брыжет, то стекает у ангелов среди бровей. Мой собеседник что-то знает, и бог за ней. Четырехосное сердечко. Ее смешно и бьется в такт, пока нас вынимает ини из теплого хитина трат. Какое слабое несчастье. Смотреть с земли, как слон летит. Ребенок комнату ломает, и темнота вокруг молчит. Мелхисадек по аду бродит, и ад напоминает сад, отполированный до лака. И белый град от нас скрывает его голос, как полость. Или басмачи в Таджикистане в полный голос летят грачи. И гвоздь любви, забитый в небо, в повздошье спелых пауков, Пока жена моя в отъезде, разбитая на сто кусков, Проводит опыты потери над нами. С высока урод. Мелхисадек ползет до смерти, сопротивляясь ей рот в рот. Спасибо, дорогие телезрители. Поэт Александр Петрушкин, уральский поэт, И основатель, и глава евразийского журнального портала Мегалит. И все это вы можете обнаружить в интернете. В частности, кстати, ВКонтакте. Да, в том числе ВКонтакте. И Александра Петрушкина. Я знаю, ты паблик такой завел. У тебя там сейчас три, в твоем паблике, три человека. Я тоже там есть. Удивительно. Да, учитывая, что я так и не научился. Не, ну в поиске же, там главное, чтобы информацию посмотреть, правильно? А так вот у тебя сайт, который вот уже, сколько лет уже? В этом году, в июле, будет пять лет. Вот так вот. Мегалит. Что там присутствует? Так, ну, прежде всего, там размещаются русскоязычные литературные журналы. Чем мы отличаемся, скажем, от журнального зала, в состав Мегалита входят журналы, появившиеся уже в постсоветский период. Горбо говоря. То есть, все-таки в журнальном зале, где-то процентов 70, это журналы, появившиеся еще при советской власти. Вот, у нас только новые журналы. Далее там... Это интернет-журналы? Это не только интернет-журналы, это и... В PDF-формате, да, выкладывается, да? Электронная версия. Некоторые журналы вывешивают PDF-версию. Вот. Ты как сейчас, как не нашел путеводитель по сайту, вот человек подошел к компьютеру, набрал Мегалит. Вот он увидел твой сайт. Евразийский журнальный портал Мегалит. Что ему дальше? Куда нажимать? Что смотреть? Нажимать на табличку, переслать 100 рублей. Ну, это понятно, да. Поддержать. А так-то, на первой странице вывешиваются свежие номера. Далее, если мы будем нажимать на название собственно журнала, то мы выйдем на архив журнала. У части журналов архив датируется от начала портала, часть журналов присоединилась. Ну, попозже к порталу. А можешь назвать хоть какие-то имена, ну, имеется в виду журналов? Ты понимаешь, что это будут пустые слова для зрителей, но все-таки. Значит, начнем с двух журналов, которыми я руковожу, по крупному счету. Это новая реальность. У нас редколлегия охватывает, опять же, все регионы, потому что на самом деле за счет этого можно вести поиск новых людей, которые создают собственные. Как называется это? Новая реальность. Второй журнал — это Урал Транзит. Это один из самых старых на портале журналов. То есть он был начат еще в 2003 году. А чем новая реальность от этого отличается? Ну, Урал Транзит, он все-таки более региональный. То есть он охватывает литературную ситуацию Урала. Вот. А новая реальность, она работает с... Опять же... Ну и название говорит само за себя. Ну, с миром работает, который уже без границ. То есть это все-таки... Ну, опять же, интернет сильно расширил границ. Хорошо. Вот два журнала твоих. Еще какой? Я знаю, Зинзивер у вас присутствует. Зинзивер, Детера. Зинзивер, Детера, Петербургский журнал, сейчас он электронный, это «Альтернация» с Димой Дзюминым, «Красноярский день и ночь», который размещается и у нас, и... Кло 50, по-моему, у вас там. Ну, да, постепенно цифра приближается к этому, что довольно-таки напряжно, потому что, в общем-то, все существование портала, поддерживается вся техническая работа, да, идеологическое улаживание взаимоотношений между редколлегиями, это все висит только на одном человеке, который здесь, в общем-то, в студии, да. Назвался Груздем. Да, а люди все-таки имеют свойство ссориться между собой, особенно из-за идеологии. А вот у тебя, помимо журналов, просто поэт, вот раз пришел к тебе, может, допустим, оказаться на сайте твоем? Безусловно. Если он талантлив, там, то есть ли, есть ли, есть ли. Безусловно, может. Без всяких журналов, да, просто на сайте? Нет, не просто на сайте. Вот в данном случае есть как раз фильтр редколлегии журнала, каждого в отдельности. То есть ему все равно нужно опубликоваться в каком-то из этих журналов? Да, да. И еще, я знаю, есть премия «Послушайте П». Ой, тьфу, послушайте, послушайте, это у меня. Ну да, послушайте. А я руководитель театра поэтов, послушайте в Санкт-Петербурге. Это Урал, чтобы знал. Да, но еще я поэт тоже. В интернете все можно обнаружить. Премия «П». То есть еще твой портал, и ты лично, периодически собственные премии устраиваете. Ну, да, это такая, все-таки получается корпоративная почти премия, то есть это... К тому там и бутылка водки, подарок. Ну, это не совсем бутылка водки, это бутылка самогона Каштейнского замечательного, очень вкусного, с массой трав и... А сколько лет уже вручаешь? Так, вначале мы ежегодно вручали, это первые три года, с 2008 по 2010, а потом я все-таки пришел к выводу, что лучше сделать, ну, срок отбора авторов сделать больше, то есть надо, ну, увеличить период до двух лет. А тебе подают заявки на эту премию, или ты сам отбираешь? В данном случае как, что редколлегия каждого журнала, ну, вот в этом году, да, делегирует одного своего автора вот за эти самые два года, которого она считает лучшим. Заметьте, премия «П» Петрушкина, премия Петрушкина, и ты лично вручаешь этот самогон. Да, во время большой пьянки на озере Субамак. А кто последний был? Последним автором у нас была Елена Аболикшта. Елена Аболикшта! Которая выступала... Мы знаем Лену, замечательный поэтов. В театре послушайте, в нашем совместном фестивале. Здорово, ну, видишь, премия есть. Я бы тоже хотел получить премию Петрушкина. Значит, рассказывайте. Без проблем присылай, опубликуем, минируем. Люди скажут, а это он подлезался там все-нибудь. Ну, на самом деле, в данном случае протащить своего... Саша, ты знаешь, я делаю тоже премию Петрушкина, только она называется «Послушайте». Премия «Послушайте» имени Велимира Хлебникова. Давай о тебе все-таки. О портале. А, давай стихи. Еще. Да, ну, как бы люди ждут стихи. Дорогие телезрители, вот Александра Петрушкина, вы можете наблюдать в ближайшую среду в арт-салоне Невский 24 и вход свободный. Театр поэтов «Послушайте» делает там проект HD поэзии. И Александр там будет 30, можно и 40 даже, там, час вещать себя стихи. Вот. Но сейчас все равно немножко стихи. У меня столько нету. Я столько за жизнью написал. В интернете все найдите, найти можно. Александр Петрушкин. Кыштымское Рождество. Как минус 20, эта водка плывет во мне из яблонь лодка. Мороз, мороз, пустой Кыштым плывет за ангелом один. Плывет, как минус 20, только их наблюдаешь ты со спин. Идут, обнявшись через круги. Остынь, остынь. Через седьмые руки речи сидит Кыштым у русской печи. Еврей евреем среди льдин. Немой с немым. Поговори со мной, я смертный. За это дан двойной язык. Чтоб ангел говорил до смерти, как смерть иным. Как в минус 20 дети, зэки, смотри, живут. С Кыштымским ангелом до смерти и там, и тут. И дым к земле ластится как бы почти щенок. И ангел у детей и смертных лежит у ног. Здорово. Вот на самом деле хотелось бы, конечно, стихи слушать. Но надо болтать, потому что это такая уникальная возможность, когда можно узнать о тебе. Что за книжка? Знаешь, у меня такие три вопроса. Книжка, жена и морг. Ну, ты понял, о чем я. Здорово. Давай. Сначала книжка. А закончим моргом. Ну, ты понял, о чем речь. Это, ну, на данный момент крайняя книга «Летящий пёс». Тридцать-двадцать стихотворение еще, правильно я показывал? Правильно, да. Правильно, правильно, да. Вот. Выпущена она под технологией, то есть «Print of Diamond». А что это значит? Печать по требованию. А, понял. Значит, дорогие друзья, кому интересен Петрушкин, связывайте с ним в интернете и получите такую книжку, правильно? Технологию помещения Саша расскажет. Либо можно получить в среду в эту. Да, либо в среду в Арсалоне. Теперь давай, жена. Мы передаем ей привет, она сейчас нас слушает и сюда с тобой вместе приехала. Да. Из Кышты, Мабора. Она очень рада, что Володя меня пригласил сюда. Как ты ее зовут? Сюда. Зовут ее Наталья. Наташа! Вау. Да. Вот. Замечательная жена. У нас с ней пятеро детей. Ой. Ко всему прочему, помимо портала. Так что уже в морг пора. Да. А морг это потому, что работал в морге, у тебя первое образование медицинское. Да. Правильно? Да. И когда я был на практике, да, было время. Работал в морге. Спорой помощи там чуть-чуть. Давай вернемся все-таки к жене. Это же тот человек, который... Благодаря которому ты жив, наверное, до сих пор. Ну, да, пожалуй, что в каком смысле все-таки поэт... Любой мужчина может сказать про свою женщину. Ну, и это в том числе, ну, и надо учитывать, что поэт все-таки такая структура в некотором смысле саморазрушительная. Да, да, да. Вот, и именно поэтому каждому поэту надо такую жену, как Наталья, вот, чтобы стабилизировала и на земле придерживала все-таки. Хотел пошутить, но не буду. С женами лучше не шутить. Лучше не шутить. Да. У нее там подворотка еще есть. Слушай, давай стихи тогда. Есть посвященные стихи? Вот так вот. А? Вот так вот. Да любой, это же никто не знает, скажи. Вот это. Да нет. На память не помнишь? Нет, я не вспомню. Ну, давай другую. Я лучше стихотворение для старшей дочери прочитаю. Ну, тоже. Пять детей. Практически, да. Вот Урал дает. Ну, так. Я из многодетной семьи, нас четверо было, кстати. Ну, ладно, у мамы. Проговориться с этим на огне, с сидящим псом, заморенным, ленивым, скрипящим словом. А, откроешь дверь, Б, утром просыпаешься, не с дивой, не с девой. В, лопочешь на своей пифагорейской олбань в оправе. С, слушаешь, как сторож долбит в смерть стеклянную железкой. Д, он вправе сегодня проживать ее со мной. Е, сомневаться с ней, как в речи. Слушай, всегдашний захромавший в цифре год. Проговорился все ж, урод, задушит. Тебя меняй, язык родной страны. Порхаясь среди цветов обозначений, званий. Летящий пес глазей со стороны. Как стороны текут из темных зданий. Как немота уходит через руки. Собаки здесь выстраивая ад. Логарифмический, как хромосомы жуткий. Царапают глаза, сто лет наград не требуя. Как зацветут жасмины. В соцветии у каждого спит пес. Две головы, которого в режиме портвейного хорона, Как вопрос, так в нас щенок. Со стороны Аида заглядывает. Его слюну с олба стираешь ластиком дебильным. Обняв его огромную страну, проговоривши мертвым языком, Я тридцать два часа сидел в конверте, в последней, На мирной караганде. И наблюдал, как пес рисует петли, Царапает над огородом смерть, Что проросла застремная на речи, как дочь моя. Шестнадцать лет назад, чтоб все простить, Однажды изувечив, чтоб все понять, Однажды не простив, резиновые реки поднебесной Плывут сквозь пса, раскрыв больные рты От этой ереси. Не потому что честный, а потому что спит еще хорон, И потому что стук пифагорейский Несет на ржавой палочке орфей И учит пса портвейном здесь, в Копейске, Стучаться в тьму, то лапой, то крылами, На сто семнадцать метров в высоту, И все испить холодными глазами, И выблевать однажды в пустоту, И выблевать свой шерстяной, как кокон, Открывшийся, как неродную речь, Пифагорейский, сказанный, смолчавший, И полететь от дочери за дверь, За Пушкина, уральского кретина, За все молчание между дочерью и мной, Простив меня, скрипит в щенке дрезина И гонит под урановой дугой. Поэма все-таки вышла. Да, поэма, спасибо. Кстати, там даже как вот ваши какие-то... Я все услышал. Вот я лично, допустим, все увидел. Хотя вроде там образы, метафоры там, то все. Дорогие телезрители, Александр Петрушкин, поэт, Уральский поэт, основатель, Куратор евразийского журнального портала Мегалит сегодня у нас в студии. И, Саш, теперь вот, собственно, Хотелось бы узнать, как ты пишешь стихи. На компьютере. Ну, ладно. Прямо так вот каждый день садишься и пишешь, пишешь. Ну, когда-то так писал. Так. Вот, а сейчас пишу редко. Ну, это понятно. Вот. Хотя бы, опять же, потому что Мегалит довольно-таки сильно на горло встает. Пока молод, сочиняй, зритель, если ты пишешь. Молодость, энергия. И все записывай. Потом исправишь. Правильно я говорю? Да. Если силы будут и ум будет. Извини, я тебя перевел. Не, ну, а так Немножко кухню свою. Как вот у тебя сочинительство? Понимаешь, вот смотри. Понятно, что вот уже классика уже. Ну, вот в таком метафорах. Супер. Мне, в общем, ты нравишься, как поэт. Вот. А прошло тысячу лет, не знаю, сто, двести лет. Нашли эту программу. А что он, как он сочинял? Есть такое что-нибудь? Не совсем понимаю вопрос. Еще раз. Ну, ладно, бог с ним. Ну, я имел в виду... Не, на самом деле, как бы все-таки, я считаю, что у каждого человека свой способ написания стихов. Да, своя. Одни медитируют, пишут, на самом деле. Одни пишут, потому что не могут не писать сильно прижало. Вот. Кто-то пишет, на самом деле, аккуратно садится каждый вечер. Слушай, я дурацкий вопрос задал. Извини. И пишет, да. Тогда задаю менее дурацкий, но тоже дурацкий. Вот твои предпочтения в современной поэзии? В современной поэзии. Ты же все-таки... Назвать имена, в смысле, да? Как это? Как это? Редактор, главный редактор. Что хочешь, назови имена. Имена. Направь людей. Что искать? Наталья Косолапова, жена. Так. Тоже стихи песни? Безусловно, причем очень хорошие, маленькие миниатюры. Тоже не позвал. Надо было все, что не сказали. Надо было. А дальше? Она не вышла. Вот. Очень любопытный поэт это Дмитрий Машарыгин. Дима Машарыгин, да, кстати. Ничего любопытного. Гениальный поэт вообще. Ну, тут... Я свое мнение, у тебя свое. Я бы сказал, что гениально речь, в которой он живет. А я слышу. Я понимаю, что это... Я, например, знаешь, я слышу его речь, поскольку я сам сочиняю такие вот... Ну, а дальше? Так. Дальше, дальше, дальше. Елена Баликшина. Елена Баликшина, которая премию дали. Я понял. Ребята, напишите Саше в личку, спросите его сами в ВКонтакте. Александр Петрушкин. Саша, давай недлинный стих на прощание. Коротенький. Да. А как раз у меня есть. Давай. В далеком ехать, ехать в близком вагоне электрички до Ростова, дожать Балканскую, дожить чужие спички. Дожечь уже не видишь, не готова. В далеком ехать и скрипеть на вылет пружинами, мужчинами, детьми. Вагоны, переполненные мною, взлетают в небо около семи. Спасибо. Слушай, а вы на чем ехали? В вагоне. В метро. В поезде? Да. Сколько ехали? На поезде Тюмень, Санкт-Петербург. Сколько суток? Ехали примерно часов 40. 40 часов всего? Да, но у нас еще и были студенты. Да вообще рядом 2,5 тысячи километров. 40 часов всего ехать-то. Хорошо. Как без автономок. Что на Урале нового слухи, помимо метеорита? Помимо метеорита, ну вот в Каштэме был конец света еще до метеорита, например. То есть? Ну то есть у нас отключили полностью отопление во всем городе. А, зимой, да? Да. И за счет этого отключали, то и дело... Надолго отключили? Свет у нас в частном секторе. А надолго отключили? Надолго. Примерно 2 недели. Ничего себе. Город замерзал. Вы же жгли там костры, что ли? Да. Но при этом выходили в интернет периодически. Чудеса. Ну ясно. Саш, все. Эфир наш окончательно завершен. Дорогие друзья, сегодня был Александр Петрушкин. Его можно, как поэта и человека, обнаружить в эту среду в арт-салоне Невский 24. Вход свободный. Ну а я, Владимир Антибинга, прощаюсь с вами. Кстати, Саш, пока тоже. До свидания. Всего доброго. Да. Все. Встретимся через неделю. Пока.